В лесах между Малым Порпином и Большим Порпином и Чернецом находится известный уголок природы медвежьей печи. Названия пошли с 18 века, когда известный промышленник мальцев начал разработку здесь древесного угля. Он рыл печи в земле, делал древесный угол, увазили его отсюда. Потом начали печи обжигать здесь. Со временем он нашел более качественное место в древесных пещах, где глины были. Тут все захерело, а в этих пещах завелись медведи. И поэтому это урочи зовется медвежьими печами. Во время войны, где скрывался партизанский подряд Кравцова, были землянки, памятный знак. Сейчас мы идем туда отдать почести партизанским отрядам. Дорога довольно неухоженная, но уже просохла, и на раковой машине проехать можно. Летом тут пройти очень трудно. Везде бороться с трех сторон, поэтому много оводов, слепней, туча москитов. Сейчас еще не тепло, поэтому мы идем спокойно. Нас не съедает москит. Вон впереди вижу памятный знак. К сожалению, лес кругом был поварен, вырублен. Сейчас даже к опечатлению, что не в лесу находимся, на каком-то поле. Здесь находился рагер брянского районно-партизанского отряда. С ноября 41-го по марту 42-го. Место разгрома 10 марта 42-го года брянским городским партизанским отрядом Микровцова и брянским отрядом крупной карате экспедиции противника. Что происходит с лесом? Страшно, видите, ничего не осталось. Тут еще видите, что творится. Какие-то мандары раскидали венки. И все пораскидано, к сожалению. Приезжали тут на 9 марта, проводили нарядок или нет, непонятно. С мороза порта дайте за час можно. И звезды не видно. Что ж, пойдем в землянки посмотрим. Идем дальше, самим медвежьим печам. Вот можно посидеть. Стульчики есть, стульчики. А вон еще памятник. И вот мы вместе с поражением партизанского отряда. Тут есть место для мангала. Вон, шашлыки жарят. Есть дрова. Есть памятные знаки советского периода. Даже лесенка есть. Флаг вешать. Ну что ж, посмотрим, все по порядку. Вот место туристических слетов. Брянский клуб туристов переигрываем. Здесь проходит иногда. Начинающую школу туристов. Посидеть, отдохнуть. Поговорить о насушенном. Вспомнить боевое прошлое. Вот навес есть. Вот советский знак. А вот сами землянки. Там есть спуск в воде, видите? Все оборудовано. В глубине лесов. Вот землянки эти находятся, которые скрывались партизаны. Шумер сурово в Брянский лес. Шумер сурово в Брянский лес. Спускались синие туманы. И сосны слышали окрест, как шли на немцы партизаны. Тропою тайные меж берез спешили дебрями густыми. И каждый за плетями нес винтовку с пулями летыми. И грозы ночью на врагов. На штаб фашистские налетали. И пули звонкой меж тваров. Дубровых в Брянске свистели. В лесах врагам спасения нет. Летят советские гранаты. И командир кричит им свет. И рамит захватчиков ребята. Шумер сурово в Брянский лес. Спускались синие туманы. И сосны слышали окрест, как шли спогреты партизаны. Вот такой памятник шумер сурово в Брянский лес. Пройдем к землянкам самим. Сейчас они не особо в хорошее состояние. Но провести ночь, два выходные в них можно. Вспомнить свое партизанское детство. Дальше идет спуск для воды. Там люди воду набирают. Сейчас подойдем. Ну вот, по ней жилая землянка. Всегда можно от дождя скрыться. Переночевать в спальниках. Нарх, к сожалению, нет. Но побывать можно. Хорошее место. Воздух хороший. Только желательно ранний весьмой или поздний осенью, когда еще москиты не вылезли. А так тут тучи москитов съедают заживо. Идем за водопоем. Тут едва заметная тропа идет к месту набора чистой воды. Будешь брать? Вот красный значок показывает путь к воде. Тропой можно, можно вон по Агате. Тут сыровато, конечно. Ураган тоже прошел. Здесь знаки Витя и Финоте будет беседовать по фонарике. Вот место водопоя. Путь не близкий. Тропа довольно длинная. Видите, продолжаем идти. Очень длинная тропа здесь, с километра. Обозначена блестящими ленточками. В темноте фонарик будет высвечивать. Не забудитесь. Совсем близко к воде подошли. И вот мы вышли на вдопой. На берег реки набирают воду. Совсем подошли к реке близко. Эти реки спасали партизан во время оккупации. Нельзя было подойти с вагеру. Со всех сторон борота реки. Вот медно течет река. И вся чистая водица, где можно напиться. Мы на самом берегу. Вот она, вода. И утоляющую жажду, и защищающую откупантов. Мы на берегу реки уже. Набирайте воду. Тут и река, и ручей. Видите, впадают на друга. Тут, гляди, и ручей есть, и река. Падение. Вместе падения чистый песок, чистая вода. Хорошее место, красивое. Ну что ж, идем назад. Пора возвращаться. Сейчас расскажем об остальных стерлах. Землянка. Памятник Шумера Сырого, Русский лес. Главный памятник Поляны. Тут воно дрова есть. Брянский городской партизанский отряд имени Кранцова. Сурмоно Брянский. 15 августа 41 года. Действовало. 15 августа 41 года. 5 сентября 43, в течение двух лет получается. В Клетнянском, Брянском, Советском, Жуковском, Навлинском, Суземском, Карачевском, районе Брянской области. Хорошее место, в районе Хорошей области. Чистый отряд, на 42-й год, 224 человека. На 15 августа, 6-й, 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 6-й. Командир отряда Кравцов, Дука, комиссар отряда Раличев, Новиков, начальник штаба Мелешко, Зеленец, Сидоркин. Идем дальше. Вот еще стыла. Там места для отдыха. Здесь похоронены погибших в бою 10 марта 42 года партизан отряда Кравцова. Разумова Федор Антонович, Асеев Федор Антонович. Бойцы Рыбцов Дмитрий, Стропкин Иван, Никто не забыть, ничто не забыто. 7 ноября 2020 года по инициативе Турчевского общества Хантерс намеряли стоянку отряда Кравцова Сильные добровольцы из Хантерс, Общество движения Добромир, Общество экзакции Белого берега, Добровольное пожарство Дебрянска, БО Леспожарная служба, Карачио-косничество, Фонлайн, Управление леса Амберской области, Инодушные жители, Брапоредина очистка территории, Стоянка от ветровара, Ремонт существующих, История новых мест отдыха, Уборка памятников землянки, Посадка дверей сквозных насаждений, Работа по столу будет продолжена, Хорошая инициатива, Поддержим полностью, Дебрянский лес, Хантерс, Белая берега, Добромир, Управление леса Амберской области, Ну что ж, Рассказали, Приходите сюда, Дорежайте до Марва-Поркина, Потом к Северо-Западу, 5 километров, Лес-то хорошее, Интересное, Историческое, Ну а нам пора, Скоро смекается, Надо выходить к людям,